Мои прекрасные зрители-минималисты! Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале! Сегодня речь пойдет об уборке. Я убираюсь много и тщательно в последнее время. Делаю это с удовольствием. Уборка больше не составляет мне каких-то сложностей и проблем. Речь пойдет об этом чудесном средстве, но сразу скажу по поводу этого распылителя. Такие распылители имеются у меня в разных разных цветах, но я мечтаю о белом, чтобы все смотрелось стильно, красиво, минималистично в ванной. Этот распылитель пригодится вам не только для уборки. Сейчас я расскажу, зачем конкретно. Этот распылитель пригодится вам также для того... И, кстати, это концепция, которую, возможно, вы сможете воплотить в собственной ванной. Одно средство вместо. Если вы налете вот столько воды и вот столько вашего привычного шампуня, возможно, недорогого для этого, недорогой шампунь вам понадобится, а, возможно, вы просто не найдете в вашем городе, не продается какой-то супер шампунь с деликатными павами, с неагрессивными, вы сможете распрыскивать таким образом состав непосредственно на ваши волосы. И вам не придется держать бутылочку с водой, как был у меня когда-то, стаканчик с водой, где разводить шампунь для того, чтобы мытье волос было не агрессивным. Но если вы будете держать такую бутылочку где-то у вас в ванной, допустим, в душевой кабине, воплощая концепцию одно средство вместо, вы этим же средством можете упираться. Именно об этом сегодня пойдет речь. Итак, для уборки вам потребуется примерно такая же консистенция. Консистенция вы можете взять чуть меньше воды, а можете чуть больше воды. Опять же, все зависит от состава шампуня, потому что есть шампуни, например, в линейке Гарни, где действительно не агрессивные павы. А есть у этого же производителя, которого мы легко можем встретить в супермаркете, есть линейки шампуня, где содержатся более агрессивные павы. Соответственно, если вы хотя бы чуть-чуть разбираетесь, вам будет легко понять, агрессивные или менее агрессивные. Соответственно, где более агрессивные, добавляем больше воды, вас удостоверяется. И потом мы будем использовать этот раствор также для наших волос. Но даже если вы возьмете кастильское мыло, оно растительное, я бы тоже его рекомендовала разводить с водой, потому что оно вообще не пенится, необходимо действительно его эмульгировать с водой. И потом вы можете использовать, если вы можете себе позволить такую дорогую уборку, эко-уборку. Это средство также для уборки. Но дело не просто в том, что разведя шампунь с водой, вы получите очень хорошее средство для уборки. Экологичное, очень эффективное. Вы можете, кстати, также воду развести с самым обычным кондиционером. Трюк состоит не в составе. А трюк состоит в том, что если вы будете периодически распрыскивать на поверхность биде, унитаза, либо раковины, вот этот состав, шампунь плюс вода, воды чуть больше, шампуня чуть меньше, пропорции на самом деле подберите сами для себя, вы увидите, что когда распрыскивается этот состав, он по всей видимости очень униформально покрывает поверхность, куда распрыскивается. Кстати, это можно делать также в душевой кабине. Распрыскивать можно также на прозрачное стекло. Удивительно, но факт. Тем более, если стекло имеет эффект инея, тоже очень подойдет этот способ. Вы увидите, что при попадании воды и также загрязнений, эта вода не образует известковый налет, а загрязнения, скажем так, быстрее удаляются с водой. Что это значит? Это значит, что когда вы такой легкий трюк будете использовать, я, например, когда раньше, сейчас я просто забыла о нем, об этом трюке, пришлось вспомнить на карантине, раньше, допустим, Данечка умывается сам, я тоже что-то делаю, выходим из ванны, перед тем, как выйти, я попрыскала везде, где мне нужно, и таким образом чистые поверхности гораздо-гораздо дольше остаются чистыми. Единственное, что одна моя заединица написала, что вот такое распрыскивание дало ей очень сильную аллергическую реакцию, возможно, она вдыхала вместе с дисперсной вот этой водой мелкой, мелким, не паром, вылетает у меня это слово из головы, и, возможно, это привело ее к какой-то аллергической реакции, поэтому будьте внимательны, если у вас есть аллергия на что-то, возможно, этот способ вам не подойдет. Для меня же это палочка-выручалочка, потому что, действительно, если я почищу раковину, и потом не забываю, после утреннего, например, применения, использования ванной комнаты, распрыскать везде, где нужно мне распрыскать это средство, действительно, я убираюсь гораздо-гораздо реже. То есть, помимо того, что это просто самостоятельное раствор, и очень удобно и красиво держать вот в такой неформальной красивой бутылочке, суть также в том, что вы вообще не касаетесь тряпки, вы не надеваете перчатки, вы просто распрыскали и вышли. Этот состав, я не знаю, как он работает, вот он, на самом деле, как будто бы поверхность сделает более красивой. Ну и плюс, повторюсь, загрязнение, а также известковый налет образуется гораздо-гораздо меньше. Ну и также, в концепции минималистичной уборки не могу вам не показать свое любимое средство, вдруг кто-то не знает, потому что подобные видео на канале выходили у меня на заре канала, а потом мне начали писать зрители, я, ну вы что-то повторяетесь, об одном и том же рассказываете. А как мне рассказывать об одном и том же, когда у тебя, допустим, тысяча подписчиков новых, они же не знают о том, что ты там полгода назад вещала. Это самый обычный крем, который, возможно, даже бесплатно мне достался, но теперь в эту удобную упаковку я собираю все остатки крема, здесь нужно, конечно, чтобы все было красиво оторвать. Прекрасный запах, и вот такой ненужный крем послужит вам прекрасной пастой, для того, чтобы чистить раковины, для того, чтобы чистить любые поверхности. Кто-то мне написал, Яна, вы даете вредные советы, потому что если почистить, допустим, ванную, в особенности, когда ванная используется так же, как и душевая кабина, либо почистить поддон душевой кабины, можно подскользнуться. Но я вам сразу могу сказать, я ни разу не чистила ни поддон, ни ванную, в которой, я знаю, буду становиться ногами, потому что, ну это очевидно, что чем жирнее крем, тем, возможно, более скользкая будет поверхность. Я чищу всегда стенки в душевой кабине, которые у меня сделаны из мозаики. Я чищу также стекло в душевой кабине. Показывала этот трюк, трудно поверить, но это факт. Показывала даже, как вода по-разному собирается на поверхности стекла, у себя на море в душевой кабине. И я чищу также смесители. Очень хорошо для смесителей подходит. Ну и самое главное, Егор, подросток, теперь может следить самостоятельно за своей раковиной и за ванной комнатой, которая у него в индивидуальном пользовании, потому что ему нужна просто губка, либо небольшая тряпочка, вот такой крем. И мы понимаем, что это гораздо более безопасно для рук подростка, для рук ребенка, который, в общем-то, еще не умеет и не понимает, зачем нам, допустим, нужны перчатки, почему нельзя дышать всеми этими чистящими средствами. Соответственно, очень-очень хорошая альтернатива. И, кстати, по деньгам получается примерно так же. Недорогой крем стоит примерно столько же, сколько средства для уборки. И в отношении этого могу сказать, что если все-таки вы считаете, что шампунь плюс вода – это недостаточно эффективно, а уксус 80% плюс 20% воды – это тоже, возможно, недостаточно эффективно, я вам искренне рекомендую разбавить ваше привычное средство для уборки, промышленного производства вместе с водой. Вы не поверите, но ваше средство промышленное, скорее всего, будет более эффективно в разбавленном виде, чем в неразбавленном. Нам очень часто не пишут, в силу нашего потребительского комфорта, мы выбираем те продукты, мы потребители, которыми проще пользоваться. Так вот, нам часто не пишут, что шампунь желательно с водой разводить. Чистящие средства очень-очень концентрированные. Стиральный порошок также очень концентрированный. Гель для стирки белья, я имею в виду, очень концентрированный. Те же самые средства для мытья посуды, которые мы загружаем в посудомойку, они очень-очень концентрированы. Нам не пишут и не советуют разбавлять все это с водой, потому что для нас это неудобно. Мы можем выбрать другую упаковку, но там тоже концентрированные средства, их тоже нужно разводить с водой. Так вот, если вы ваше привычное промышленное средство разведете с водой и будете таким образом использовать, возможно, распрыскивать так же, как я рассказала, возможно, вы увидите, что ваше средство работает еще лучше, длится дольше и денежек в вашем кармане остается чуть больше. Ну что ж, дорогие зрители, я желаю всем очень легких, очень быстрых уборок. Поверьте мне, уборка, возможно, станет для вас однажды способом иметь такое пространство, которое 100% отвечает вашим требованиям о чистоте, уюте и требованиям о том месте, в котором вы прежде всего хотите жить. Я часто говорю, что уборка – это способ также контролировать вещи вокруг нас и делать так, чтобы именно мы контролировали вещи, а не вещи нашей жизни. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok